Я рад приветствовать всех участников вебинара. Сегодня у нас третий вебинар из цикла «Невизуальная доступность Android смартфонов» с функцией Voice Assistant. В нашей комнате в файлообменнике лежат материалы. Можно скачать один документ TXT и файл APK «Быстрый блокнот». На примере этого приложения мы сегодня попробуем рассмотреть тему функции редактирования текста в системе Android с применением Voice Assistant. Все, о чем я сегодня буду рассказывать, будет применимо не только к данному приложению «Быстрый блокнот», но и также к любому другому приложению, программе, где можно вводить текст. Практически везде все то, о чем я сегодня расскажу, будет работать. Ну, бывают, конечно, исключения. Если какие-то особенности будут, то мы об этом тоже расскажем. Итак, приложение «Быстрый блокнот». В системе Android существует три способа ввода информации. Первый способ – это с помощью виртуальной клавиатуры. Второй способ – это с помощью функции голосового ввода. И третий способ – с помощью физической клавиатуры, подключенной к смартфону или планшету по USB или по Bluetooth. Мы сегодня рассмотрим, разберем работу с помощью виртуальной клавиатуры и с помощью функции голосового ввода. На прошлом вебинаре Александр рассказал особенности данного приложения, то, что изначально, когда вы его устанавливаете, кнопка, с помощью которой можно создать заметку, она не подписана. Вот сейчас она у меня тоже не подписанная. Ну, на самом деле, мы ее подписывали и не раз подписывали, но я не знаю, по какой причине, или это какая-то недоработка в Voice Assistant, или это особенность данного приложения, но эта надпись исчезает. Через какое-то время она пропадает. С чем это связано, честно сказать, не могу. Ну, вот, обратите внимание на этот момент. Она, кнопка, находится в правом нижнем углу и озвучивает ее синтезатор вот таким образом. Кнопка. Если у вас не получается установить приложение быстрый блокнот из Play Market или есть какой-то другой текстовый редактор, то вы можете тренироваться и отрабатывать ту информацию, которую мы сегодня дадим в этом приложении. То есть это не обязательно использовать именно данное приложение. Просто нам показалось, что программа в целом доступная и несложная для начинающих людей, те, кто только-только берет телефон в руки. Так, я создаю новую заметку, куда можно ввести какую-то информацию. Фэп, кнопка. Поль русский клавиатурой, вот это перейти вверх, кнопка. У меня программа блокнот создала документ пустой, и этот документ отображается примерно по середине экрана. В нижней части экрана отображается виртуальная клавиатура. Виртуальная клавиатура штатная от компании Samsung. Прежде чем познакомиться с виртуальной клавиатурой, необходимо отметить то, что вводить символы на виртуальной клавиатуре можно двумя способами. Первый способ это по двойному касанию на выбранном символе. И второй способ на отрыв пальца после того, как вы поместили фокус курсора на тот или иной символ. Прежде чем вы будете набирать текст, проверьте, какой режим ввода у вас стоит. Сделать это можно следующим образом. То есть прямо поверх открытой виртуальной клавиатуры вы можете вызвать меню быстрых действий, то есть жестом смакивания тремя пальцами в правую сторону или в левую. Это не имеет значения. Найти следующий пункт. Вот. Функция «Быстрый набор». Сейчас синтезатор озвучил, что она выключена. В этом режиме у меня символы, для ввода символа в поле редактирования надо будет активировать его жестом двойного касания одним пальцем. Если вы смахнете сейчас одним пальцем снизу вверх, то включится режим быстрого ввода, и тогда символы будут вводиться не по двойному касанию, а на отрыв пальца от того или иного символа. Для тех, кто только учится набирать текст, мы рекомендуем все-таки использовать режим ввода по двойному касанию. И по умолчанию в Samsung он так и настроен. То есть если вы впервые телефон достали из коробки, то есть настроили, там работаете, если вы целенаправленно или случайно не изменили вот этот параметр, то у вас будет всегда вводиться информация по двойному касанию. Но переключиться можно вот в этом меню быстрого доступа. Давайте познакомимся теперь с клавиатурой. Что она из себя представляет? Над кнопкой домой у нас есть пробел. Слева от клавиши пробел кнопка переключения раскладки языка. То есть переключение данной ситуации он предлагает переключиться на английскую раскладку. Сюда можно добавлять и другие языки, так чтобы переключаться, допустим, между английским, немецким и русским. Ну или тот язык, который вам необходимо добавить. Левее кнопки «Изменить раскладку клавиатуры» есть кнопка клавиши «Символы». Клавиши «Символы». С ее помощью можно переключить буквенную клавиатуру с буквенной раскладки на символную клавиатуру. То есть сейчас я ее активирую. И она у нас меняет свое значение. Это одна и та же кнопка будет. Она теперь стала называться «Письма». То есть для того, чтобы вернуться назад в буквенную раскладку, надо будет ее активировать. В символной клавиатуре у нас есть различные дополнительные символы, которые не могут отобразиться на основной клавиатуре, на буквенной. Также есть, то есть сейчас мы активировали, скажем так, второй уровень клавиатуры, уровень клавиатуры символов. Также есть еще один слой или уровень, там где отображается символ, которые не поместились на втором уровне. Он находится... Восклицательный знак. Плюс восклицательный знак. Символьная клавиатура 2 из 2. Находится над кнопкой... Символа письма. Письма. Символьная клавиатура 2 из 2. Символьная клавиатура 2 из 2. То есть если я активирую эту кнопку, то у меня активируется еще один уровень, там где будут отображаться символы, не поместившиеся на основном экране символов. Сейчас я переключаюсь назад в буквенную клавиатуру. Письма. Клавиатура работает в следующем режиме. Прописклавиша shift включена. Символы. Над клавишей символа есть... Клавиша shift включена. Клавиша shift. С помощью этой кнопки можно переключать режим ввода заглавных букв. По умолчанию клавиатура настроена таким образом, что у вас первая буква будет вводиться с заглавной. И признак заглавной буквы синтезатор озвучивает ее как... Прописная. Прописная. То есть если я первую букву сейчас введу, то у меня она будет заглавной. Последующие будут вводиться с маленькой буквы. Автоматически заглавная буква ставится после того, как вы написали предложение, поставили точку, точка пробел, и следующая буква тоже будет вписаться с заглавной буквы. Клавиша shift. Трехпозиционная кнопка. Прописная. Клавиша shift включена. Сейчас она у меня включена. Если я ее активирую жестом двойного касания одним пальцем, то она меняет свое значение и становится... Клавиша shift заблокирована. Заблокирована. То есть в этом режиме я могу набирать весь текст заглавными буквами. Для того, чтобы выключить этот режим, мне надо еще раз активировать эту кнопку двойным касанием. Клавиша shift заблокирована. Клавиша shift заблокирована. Клавиша shift выключена. И третье значение это клавиша shift выключена. То есть сейчас у меня все буквы, если я буду их вводить, они будут вводиться с маленькой буквы. Для того, чтобы вернуться в режим по умолчанию, так чтобы первая буква вводилась заглавной, надо опять активировать клавишу shift. Клавиша shift выключена. Все, включил. Теперь у меня... Прописная. Да, первая буква будет вписаться на заглавную. С правой стороны клавиатуры есть следующие функциональные клавиши. Это... Кнопка стереть. Кнопка стереть удаляет последний набранный символ. И... Прописная. Ввод. Кнопка ввод, с помощью которой можно переводить курсор на новую строку. Справа от пробела... Пробел. Управление курсором. Ввод. Точка. Ввод. Есть символ точка, с помощью которой можно соответствующий символ ставить. И эта кнопка точка... Пробел. Перейти в пробел. Управление курсором. Точка. Тоже многофункциональная. Если на ней выполнить жест двойного касания с удержанием, то откроется дополнительное меню, где можно найти какие-то символы для ввода. Например, там можно найти знак вопроса, восклицательный знак для того, чтобы не переключаться в клавиатуру символов. Дальше вторая строчка у нас занимает от буквы «я» до буквы «ю». И дальше идет третья строчка, начиная с «ф» и «в». Вот так выглядит третья строчка. Обычные буквы русского алфавита. Но те, кто знает раскладку компьютерной клавиатуры, тому будет несложно изучить эту клавиатуру. Здесь точно такая же, как и на обычной 105-клавишной клавиатуре, расположение букв, то есть оно не меняется. Дальше. Над буквенной клавиатурой располагается цифровой ряд. Цифры от 1 до 0. И над цифровым блоком, над цифровым рядом, есть панели с функциональными кнопками. Здесь есть разные какие-то полезные кнопки, с помощью которых можно будет разные задачи решать. Ну и те, которые для нас не очень полезны. В кнопку эмодзи можно вставлять различные смайлики, картинки, не картинки, а такие значки, с помощью которых вы можете выражать свое настроение в данный момент или отношение к какой-то ситуации. С помощью кнопки буфер обмена можно посмотреть, какой текст у вас есть в буфере обмена. То есть это такая функция временного хранения той информации, которую вы скопировали в буфер обмена. Удобно ее использовать тогда, когда вам надо часто что-то вставлять из буфера обмена. Допустим, я использую ее для того, чтобы вставлять адрес электронной почты. То есть клавиатура Samsung может запомнить несколько последних блоков текста, которые вы скопировали в буфер обмена. И для того, чтобы их посмотреть, можно зайти вот в этот раздел и найти ту информацию, которую вы скопировали в буфер обмена. А в других клавиатурах, я не знаю, может быть, тоже есть такой функционал, но не встречал его. Дальше. Над цифрой 7 есть кнопка голосового ввода. Да, вот она над семеркой, над восьмеркой приблизительно. Есть кнопка голосовой ввод, с помощью которой вы можете вводить текст в поле редактирования, не прибегая к виртуальной клавиатуре. К этому функционалу мы вернемся чуть-чуть позднее. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядит набор текста. То есть сейчас я попробую ввести текст. Как это делается? Я, касаясь экрана одним пальцем, нахожу, не отрывая пальцы от экрана в этом режиме набора, нахожу нужную мне букву и активирую ее жестом двойного касания одним пальцем. Обратите внимание, синтезатор речи повторяет, после того, как я ввел эту букву, активировал ее, он повторяет ее в измененной тональности. На вот эту измененную тональность можно обращать внимание и понять, что данная буква ввелась в поле редактирования. Дальше, следующая буква, первая у меня ввелась за главной, при этом синтезатор озвучил прописная буква. Следующая буква будет вводиться уже с маленькой буквы. Нажимаем пробел. После того, как вы нажали пробел, активировали пробел, синтезатор озвучит вам то слово, которое вы набрали. Проверить, что вы набрали, правильно или неправильно, можно, коснувшись одним пальцем, поле редактирования, которое располагается приблизительно посередине экрана над клавиатурой. При этом у вас синтезатор озвучит весь текст в этом поле редактирования, какой бы он там ни был. Если блок текста большой, то, соответственно, он будет его читать от начала до конца. Это если вы касаетесь одним пальцем поля редактирования текста. Если вы хотите удалить там один или несколько символов, вы находите кнопку «Стереть» с правой стороны на виртуальной клавиатуре и активируете ее. При этом у вас синтезатор также будет озвучивать те символы, которые удаляются. В некоторых ситуациях... Сейчас я посмотрю, работает ли это здесь. Нет, не сработало. На некоторых клавиатурах бывает срабатывает жест двойного касания с удержанием и при этом стирается весь текст в поле редактирования. То есть он быстро-быстро начинает стирать все символы, которые есть после курсора. Следующее, что я хотел рассказать, это то, что в клавиатуре Samsung есть возможность вводить символы, которые не поместились в основной раскладке буквы на клавиатуру. Например, буква «Ё». Изначально нет специальной такой кнопки, с помощью которой вы можете ввести эту букву. Ввести вы ее можете следующим образом. Надо поместить фокус курсора на букву «Е», выполнить жест двойного касания с удержанием одним пальцем и удерживая палец на экране в течение полторы секунды дождаться, пока откроется окно с дополнительными символами. Затем вы, не отнимая пальцы от экрана, проводите его к верхней части смартфона и находите там букву «Ё». Сейчас попробуем это сделать. «Е». Появится всплывающее окно. Перейти вверх. Кнопка «Ё». «Буфером «Ё». 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 «Редактирование. Привну «Ё». Поле редактирования. Вот. В всплывающем окне вы находите эту букву «Ё», отнимаете палец от экрана и активируете ее для того, чтобы она тоже была в поле редактирования. Иногда бывает так, что буква «Ё» вводится сразу после того, как вы оторвали палец от экрана, когда вы ее нашли после жеста двойного касания с удержанием. Если у вас включен режим быстрого набора, то есть вы вводите символы не по двойному касанию, а на отрыв, то тогда вызвать вот это вот всплывающее окошко с дополнительными символами можно, задержав палец примерно на полторы-две секунды на букве «Ё», и также откроется вот это всплывающее окно. Вы также, не отнимая пальцы от экрана, слегка проводите его вверх, приподнимаете чуть-чуть, буквально там на 2-3 миллиметра, и находите нужную вам букву. Точно также на букве «Мягкий знак» спрятан в окне дополнительных символов «Твердый знак». Ну, других таких ситуаций я не помню, но вот про точку я уже сказал, там точно такая же история, только там не буквы, а дополнительные символы, спрятанный там вопросительный знак, восклицательный знак. Для того, чтобы закрыть клавиатуру, вот вы ее открыли, она у вас отображается в нижней части экрана, если вы ввели какой-то текст и хотите сохранить эту заметку, то надо активировать кнопку «Назад», причем не один раз, а два раза. Первая активация кнопки «Назад» закрывает виртуальную клавиатуру, а вторая активация кнопки «Назад» сохраняет созданную вами заметку. Ну, мы это давайте сейчас чуть позднее посмотрим на практике. Дальше. Работа с функцией голосового ввода. Как это работает? Голосовой ввод кнопка. Если вы хотите быстро что-то записать в поле редактирования, неважно, в заметку, в быстрый блокнот, или вы хотите отправить смс-сообщение, то можно это делать не с помощью виртуальной клавиатуры, а надиктовав текст. При этом у вас будет вводиться в поле редактирования тот текст, который вы диктуете. Это не будет аудиозаметка, это будет именно трансформация вашей речи в текстовый формат. Как это сделать? Надо найти кнопку «Голосовой ввод», активировать ее жестом двойного касания одним пальцем, и после соответствующего звукового сигнала продиктовать тот текст, который вы хотите ввести. Диктовать можно не только текст, но также еще знаки припинания, то есть запятая, точка, восклицательный знак. Но следует учитывать то, что система несовершенна, и иногда она может некорректно распознавать те команды, которые вы ей даете. Например, вместо символа «точка» она может написать слово «точка». Почему-то иногда бывает ситуация, когда вы ставите там, допустим, вопросительный знак или восклицательный знак, и между словом и вот этим символом ставится пробел. С этим надо быть поаккуратнее, то есть если вы диктуете, можно это потом, желательно это потом проверить. Как это сделать, мы посмотрим чуть позднее. Давайте я попробую сейчас набрать текст с помощью голосового ввода. Сегодня 10 марта 2020 года. У меня это получилось сделать, то есть я активировал кнопку, и после звукового сигнала я начал диктовать тот текст, который хотел ввести. Обратите внимание, после активации кнопки «Голосовой ввод» виртуальная клавиатура меняется, и буквы исчезают с виртуальной клавиатуры. На виртуальной клавиатуре отображается одна большая кнопка, «Нажмите, чтобы произнести запрос», которая в зависимости от ее положения включена или выключена меняет свое название. То есть сейчас я после того, как закончил диктовать текст, я коснулся одним пальцем вот этой виртуальной клавиатуры и активировал ее жестом двойного касания одним пальцем для того, чтобы приостановить функцию диктовки. Если я захочу дальше что-то продолжать диктовать, я касанием нахожу вот эту кнопку «Нажмите, чтобы произнести запрос» и активирую ее жестом двойного касания одним пальцем для того, чтобы продолжить функцию диктовки. Чтобы переключиться из режима голосового ввода в обычную виртуальную клавиатуру, можно использовать кнопку, которая расположена под полем редактирования с правой стороны. Вот она называется «Ввод с клавиатуры». Найти ее не сразу получается. Такая ювелирная работа, но при ее активации у меня скрывается кнопка с основной клавиатуры «Ввод с клавиатуры» и появляются буквы. Вот появились буквы. Так же, как и при вводе, после ввода текста с виртуальной клавиатуры, проверить то, что вы ввели с помощью функции голосового ввода, вы можете, коснувшись одним пальцем, поле редактирования. Редактирование. Сегодня 10 марта 2020 года. Поле редактирование. Синтезатор также озвучит этот текст. Следующая задача – это перемещение курсора по набранному тексту. Мы можем перемещать фокус курсора по полю редактирования. Для этого нам надо выполнить следующее действие. Первое – поместить, удостовериться, что фокус курсора находится именно в поле редактирования. Для этого нам надо коснуться поле редактирования. Редактирование. Сегодня 10 марта 2020 года. И активировать его жестом двойного касания одним пальцем. После этого вы можете быть уверенным в том, что курсор попал в это поле редактирования, и можно перемещать фокус курсора. Курсор можно перемещать двумя способами. Первый способ – кнопка громкости, расположенная у меня Samsung Galaxy S9. У этой модели кнопка располагается на левом торце, то есть вниз я нажимаю. У меня фокус перемещается справа налево, то есть к началу этой заметки. Если я буду перемещать фокус курсора, ну, нажимать кнопку качельки громкости вверх, то у меня, соответственно, будет перемещаться курсор от начала к концу. Далее второй способ – это жест смахивания одним пальцем сверху вниз или снизу вверх. Но для того, чтобы он у вас работал, надо удостовериться в том, что у вас выбран нужный уровень навигации. Изменить уровень навигации по полю редактирования, по тексту, можно жестом смахивания тремя пальцами сверху вниз или снизу вверх. Сейчас я смахиваю. Перейти вверх. Кнопка. По символам. При этом у меня синтезатор будет озвучивать следующие варианты. По символам. По словам. По строкам. По абзацам. По символам. И вернулся на тот вариант, с которого начал. Когда вы выбрали нужный уровень навигации, то есть в зависимости от задачи, от того, что вы хотите, вы можете перемещать его или по символам, по словам, по строкам, по абзацам. А вы можете выполнять жест смахивания одним пальцем вверх или вниз. То есть если вы смахиваете сверху вниз... Прописная П. Е. Сейчас сбился курсор. Редактирование. Сегодня 10 марта 2000. Опять активирую поле редактирования, чтобы вернуть его назад. И теперь... По словам. По символам. Конец. Конец. Да, вот поместился курсор в поле. Смотрите, вниз смахиваю, он мне говорит конец. То есть курсор достиг конца поля редактирования. Если смахиваю одним пальцем снизу вверх... Д. О. Г. Он будет у меня так же, как и кнопка громкости, перемещать по символам фокус курсора. Попробуем перемещать по словам. По словам. Две тысячи двадцать. Марта. Десять. Сегодня. Начать. Начать. Слово начать означает то, что курсор достиг начала поля редактирования. Таким образом, вы можете перемещать фокус курсора по полю редактирования в зависимости от того, какую задачу вы перед собой ставите. Это удобно использовать, например, тогда, когда вы надиктовали какой-то текст и система неправильно распознала вашу речь и допустила какие-то ошибки. Вы можете эти ошибки исправить и, подведя курсор к тому месту, удалить тот неправильный символ, который система ввела и ввести другой символ. Давайте посмотрим еще вот какой момент. Давайте я сохраню вот эту заметку. Вот сейчас для сохранения этой заметки я нажимаю, активирую кнопку назад. Назад. Кнопка. Клавиатура спрятана. У меня система закрывает виртуальную клавиатуру. И для того, чтобы эта заметка сохранилась в блокноте в этом приложении, я также еще раз нажимаю кнопку назад. Назад. Кнопка. Сохранено. Клавиатура спрятана. Мои заметки. Кнопка. Мои заметки. Теперь смотрим. У меня в списке здесь есть и другие заметки. Жесты управления Voice Assistant. Сегодня 10 марта 2020 года. 10 марта 2020 года. 14 часов 36 минут. У меня программа создала эту заметку. Причем там у вас указывается дата и текст из этой заметки. Текст берется первая строчка. Если текст большой вы ввели, то в названии этой заметки будет отображаться только первая строчка из этого текста. У меня получилось так, что и дата, и тот текст, который я ввел, они совпадают, поэтому он два раза его озвучивает. Есть и другая заметка здесь, например. Сегодня 10 марта 2020 года. 10. Жесты управления Voice Assistant. 10 марта 2020 года. 9 часов 33 минуты. То есть вот документ, где перечислены жесты управления Voice Assistant и дата создания этого документа. Создаю новую заметку. Фэп. Кнопка. Не в списке. Русские клавиатуры квотят перейти вверх. Кнопка. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Смотрите. Особенности. Я сейчас ввел три цифры. 1, 2, 3. И у меня фокус курсора располагается в конце поля редактирования. А я его сейчас кнопкой громкости. 3. 2. 1. Переведу в начало поля редактирования. Причем, смотрите, здесь он не озвучивает, что это конец, как при перемещении курсора жестом смакивания по экрану вверх. А когда кнопка, он почему-то просто характерный звук издает, но не озвучивает. Это может быть не на всех моделях телефонов. На 10-ом андроиде это вот так. И еще заметил такую особенность, что при перемещении курсора у меня на моем личном Samsung Galaxy S8, Android 9, уменьшается громкость синтезатора речи. Смотрел я настройки, с чем это может быть связано, но так и не нашел. Обратите внимание на такую особенность. Дальше. На что следует обратить внимание при перемещении фокуса курсора в поле редактирования? Когда вы будете удалять символы в тексте, то следует обращать внимание на то, с какой стороны символа стоит фокус курсора. Сейчас у меня курсор стоит в самом начале, и я нажимаю кнопку громкости вверх, то есть перемещаю его на одну позицию вправо. 1. У меня синтезатор озвучил тот символ, который находится слева от курсора. То есть у меня курсор встал между цифрой 1 и цифрой 2. Дальше еще раз нажимаю. 2. Он мне говорит 2. Теперь, если я нажму кнопку удалить, у меня удалится тот символ, который озвучился синтезатором. Идем дальше. 3. То есть вот дошел до конца. После тройки никаких символов нету. Еще раз нажимаю. У меня такой характерный сигнал, такой легкий щелчок. Теперь, если я введу курсор в обратном направлении, справа налево, смотрите, что происходит. 3. У меня синтезатор также озвучил цифру 3. То есть я один раз нажал кнопку громкости вниз, и синтезатор озвучил 3. Но фокус курсора встал между двойкой и тройкой. И поэтому, если я сейчас нажму кнопку удалить, то удалится не тот символ, который озвучил синтезатор, а двойка, которая стоит перед тройкой. Вот на эту особенность следует обращать внимание. То есть не обязательно ввести фокус именно с самого конца или с самого начала. Просто когда вы будете подводить фокус куда-то, то обращайте на это внимание, где он у вас стоит. То есть или по символам лучше лишний раз проверьте, или по словам тоже можно проверять, где он стоит перед словом или после словов. Как вводить информацию мы с вами разобрались. Следующая часть это функции редактирования текста. Это наиболее сложная тема для тех, кто только начинает. Но, тем не менее, давайте рассмотрим ее. Итак, текст. Мы можем так же, как и на компьютере, выполнять какие-то определенные действия с этим текстом. Но для того, чтобы выполнить какие-то действия с текстом или со всем текстом в поле редактирования или с его отдельной части, надо указать в системе тот текст, то есть выделить тот часть текста, с которой вы хотите что-то сделать. Сделать это можно следующим образом. То есть вот сейчас у меня набраны три цифры. Если я, допустим, хочу их выделить и удалить. Я могу это сделать просто удалить с помощью кнопки «Удалить», как мы уже рассмотрели, или выделить весь текст, потому что текст может быть большим. Что для этого надо сделать? Первое. Поместить курсор в поле редактирования. Редактирование 123. Поле редактирования. То есть коснуться поле редактирования одним пальцем и активировать его. Дальше. Включить режим редактирования. Для этого надо выполнить жест двойного касания с удержанием двумя пальцами. Функция режим выделения включена. У нас включается функция, которая называется режим выделения. В этом режиме выделения работают четыре жеста. Жест смахивания двумя пальцами сверху вниз. Панель буфера. Перейти вверх. Кнопка. Позволяет выделить весь текст в поле редактирования. Сколько бы его там не было. Один, два, три символа или там целая статья у вас написана. Выделяется весь текст. Жест. После того, как вы выделили весь текст, ну или его отдельные фрагменты, чуть позднее рассмотрим, то с выделенным текстом можно что-то сделать. Если вы нажимаете на клавиатуре кнопку удалить, то этот текст у вас удаляется. Пропик кнопкой стереть. Весь текст удален. То есть вот. Все. Редактирование. Поле редактирования. Мы проверяем. Поле редактирования у нас пустое. Дальше. Если вы хотите выделенный текст скопировать и перенести в другое поле редактирования, допустим, в другое приложение, то, когда вы находитесь в режиме редактирования, жест смахивания снизу вверх двумя пальцами позволяет скопировать весь выделенный текст. Ну или весь текст, или его фрагмент, который вы выделили. То есть выделенный текст скопировать. И также, когда вы находитесь в режиме редактирования, жест смахивания в левую сторону двумя пальцами позволяет вырезать в буфер обмена весь текст, который находится в этом поле. Давайте я попробую надиктовать сейчас. Сегодня 10 марта 2019 года. Редактирование. Сегодня 10 марта 2019 года. Поле редактирования. То есть вот я надиктовал текст. Теперь давайте его попробуем выделить и, допустим, вырезать. Я включаю функцию режим выделения. Функция режим выделения включена. Дальше смахиваю двумя пальцами вниз. У меня текст выделился. И дальше мы сталкиваемся с небольшой особенностью. На смартфонах до Android 9 режим выделения автоматически выключался только после того, как вы или скопировали, или вырезали текст в буфер обмена. А вот на Android 10 режим выделения автоматически выключается после того, как вы выделили текст. Поэтому вот здесь, пожалуйста, будьте внимательны и проверяйте, включен у вас режим выделения или выключен. Я сейчас попробую это проверить. Опять касаясь поля редактирования одним пальцем. Редактирование. Сегодня 10 марта 2019 года. Функция режим выделения включена. Вот. У меня он, видите, после выделения он все-таки выключился. И теперь я смахиваю уже, когда опять я включил этот режим выделения, смахиваю двумя пальцами в левую сторону. Вырезать. Это сегодня и до года. Весь текст удален. Перейти вверх. Кнопка. При этом синтезатор озвучил или весь текст, или часть текста, которую он вырезает, и добавляет слово «вырезан». Проверяем, есть ли что-то в поле редактирования. Редактирование. Поле редактирования. То есть поле у нас пустое. Этот же текст, который у меня есть в буфере обмена. Ну, давайте заодно посмотрим, где он тут в клавиатуре. Редактирование. Поле редактирования. Нажмите, чтобы произнести запрос. Ввод с клавиатуры. Кнопка. Я переключаюсь на виртуальную клавиатуру, и сейчас посмотрим, где у нас буфер обмена. Буфер обмена. Кнопка. То есть вот я активирую. И здесь у меня на месте клавиатуры. Выбрано. 2. Смахивание одним пальцем справа или влево. Перемещение курсора на следующее. Голосовой ввод. Кнопка. Редактирование. Голосовой ввод. Кнопка. Настройки. Кнопка. Выбрано. 2. Смахивание одним пальцем справа или влево. Отображается тот текст, который я копировал в буфер обмена. Выбрано. Сегодня 10 марта 2019 года. Вот он. Тот, который я скопировал. И предыдущий текст тоже был. Я просто готовился к этому вебинару и смотрел, как это работает. Отсюда можно выйти. Сейчас я нажму кнопку назад. Назад. Кнопка. Клавиатура спрятана. Поле редактирования. Опять активирую поле редактирования для того, чтобы вызвать клавиатуру. И сейчас я попробую вставить текст из буфера обмена, но не с помощью кнопки буфера обмена. Если бы я там нашел тот текст на клавиатуре и активировал его жестом двойного касания одним пальцем, то он бы у меня вставился в поле редактирования. Но это есть только вот в самсунговской клавиатуре. Если вы используете не клавиатуру Samsung, а какую-то другую, например, клавиатуру Google, то я не знаю, честно говоря, есть там такая кнопка или нет. Но тот жест, который я сейчас покажу, он у вас будет работать независимо от того, какую клавиатуру вы используете, Samsung или Google. Опять активируем поле редактирования. Редактирование. Поле редактирования. И включаем режим редактирования жест двойного касания двумя пальцами с содержанием. Функция режим выделения включена. Да, включили. Теперь смахиваю в правую сторону двумя пальцами. Вставить S сегодня до года. Сегодня 10 марта 2019 года. То есть система мне из буфера обмена вставила тот текст, который у меня был в поле редактирования. Редактирование. Сегодня 10 марта 2019 года. Поле редактирования. Проверяем то, что у нас получилось. Вот как выглядит вот эта вот удобная штука. Повторюсь, можно, вот используя вот этот инструмент, можно очень быстро вводить нужную вам информацию, переносить ее из одного приложения в другое приложение. Допустим, копировать, ну, сохранять какую-то полезную информацию в заметках, отправлять сообщения. Есть еще одна полезная штука. Это когда вы смотрели жесты с Александром. Он вам показывал такой жест. Скопировать последний произнесенный текст в буфер обмена. Давайте посмотрим, как это будет работать. То есть сейчас я, прежде чем это делать, я проверю, где у меня фокус курсора. Редактирование. Сегодня 10 марта 2020 года. Да, он у меня находится в конце. Допустим, я в конец этого поля редактирования хочу скопировать какой-то текст, ну, вставить текст. Я сейчас нажимаю кнопку «Ввод». «Ввод». «Да». И перевел курсор на следующую строчку. Дальше, чтобы воспользоваться вот этой функцией и скопировать последний текст буфер обмена, вам надо сделать следующее. То есть заставить синтезатор озвучить название ярлыка или ту информацию, которую вы хотите вставить в это поле редактирования. Я сейчас заставлю синтезатор озвучить уровень заряда аккумулятора. И заряд батареи в процентах 84. Вот он мне его озвучил. Для того, чтобы скопировать в буфер обмена последний произнесенный текст, надо выполнить жест тройного касания тремя пальцами. Можно не дослушивать пока, потому что этот жест, он такой комбинированный. Он, с одной стороны, озвучивает все это дело по символам, а в конце он говорит, что скопировано в буфер обмена. Дальше я активирую поле редактирования. Включаю режим редактирования. И вставляю тот текст, который у меня в буфере обмена есть. Смахиваю двумя пальцами вправо. Проверяю. К тому тексту, который у меня уже был набран, я добавил еще ту информацию, которую скопировал с помощью жеста. Где это удобно использовать? Ну, допустим, на страницах в интернете вы озвучили номер телефона, который хотите внести в список контактов. Или в сообщении вам прислали номер телефона. Вы также можете его озвучить синтезатором, скопировать с помощью жеста и вставить в то поле редактирования, куда вам надо. Или при создании карточки контакта, или в какую-то заметку. Следующее, что я хотел показать, это как можно выделить часть текста. Для этого давайте мы выйдем из этой заметки. Назад. Кнопка. Клавиатура спрятана. Сегодня 10 марта 2019. Назад. Кнопка. Сохранено. Фэп. Кнопка. Мои заметки. И откроем заметку, где у меня записаны жесты Voice Assistant. Жесты управления Voice Assistant 10 марта 2020 года. Я активировал заметку. У меня она открылась, но когда я активировал эту заметку и она открылась, клавиатура не появляется. Жесты управления Voice Assistant 1. Касание экрана одним пальцем. Озвучивание выделенного объекта. Чтобы клавиатура появилась, надо активировать поле редактирования. Тогда клавиатура появляется. При этом фокус курсора у вас помещается в конец документа. Синтезатор это даже озвучил. То есть я сейчас смахиваю одним пальцем сверху вниз. У меня курсор находится в конце документа. В эту заметку, вот эти жесты, я поместил, скопировав этот текст из электронного письма, который я отправил с компьютера. То есть выделил весь текст, скопировал его в электронное письмо и отправил на телефон. Для того, чтобы показать, как можно выделить, допустим, часть текста. Первое, что надо сделать, если... Я также могу выделить весь этот текст, но здесь я хочу показать, как можно выделить часть текста. Надо поместить фокус курсора туда, откуда вы хотите начать выделение. Сейчас я изменю уровень навигации. По словам. По строкам. По абзацам. Давайте по абзацам сделаю. И жестом смахивания снизу вверх помещу курсор к началу этого документа. Начало этой заметки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. 7. Двойное касание одним пальцем. 6. 5. 4. Смахивание одним пальцем вправо. Влево или влево. 3. Смахивание одним пальцем вверх или вниз. 2. Смахивание одним пальцем вправо. 1. Касание экрана одним пальцем. Озвучивание выделенного объекта. Перемещение курсора между объектами. Вот, я поместил курсор в первое предложение. То есть, видите, здесь пронумерована каждая строка. Теперь я хочу, допустим, скопировать в буфер обмена или вырезать вторую строчку. То есть, мне надо поместить фокус курсора перед цифрой 2. Для этого я меняю, ну, мне так кажется, будет удобно, меняю уровень навигации на пословный. По символам. По словам. И дальше жестом смахивания одним пальцем сверху вниз. Веду курсор к тому месту, откуда я хочу начать выделение. 1. Точка. Касание. Экрана. Одним пальцем. Озвучивание. Выделенного. Объекта. Перемещение. Курсора. Между. Объектами. Запятая 2. Теперь вот я поместил, да, он говорит, запятая 2. Для того, чтобы удостовериться, что фокус курсора стоит там, где надо, я его хочу поставить перед двойкой. Я опять меняю навигацию на символы. По строкам. По абзацам. По символам. И проверяю, где у меня стоит фокус курсора. 2. Новая строка. Новая строка. 2. То есть, сейчас вот стоит после двойки. Я опять смахиваю снизу вверх. 2. И ставлю курсор перед двойкой. 3. Дальше я включаю режим редактирования и начинаю выделение. Также в режиме редактирования вы можете менять уровень навигации. Если вас не устраивает навигация по символу, это вам кажется долго, вы можете изменить уровень навигации прямо при включенном режиме редактирования. То есть, сейчас я его включаю. Функция режим выделения включена. И меняю уровень навигации на пословный. По словам. Здесь обратите внимание вот на что. Выделять можно как, ну вот от позиции курсора. Если я сейчас буду смахивать вниз одним пальцем, то у меня будет выделяться текст в правую сторону от позиции курсора. Если я буду смахивать снизу вверх, то у меня будет выделяться текст, который находится слева от позиции курсора. Он выделяет и туда, и туда. Сейчас начинаем. Выбрано 2. Выбрано смахивание. Выбрано одним. Выбрано пальцем. Выбрано справа. Выбрано или. Выбрано влево. Выбрано перемещение. Выбрано курсора. Выбрано на. Выбрано следующий. Выбрано или. Выбрано предыдущий. Выбрано объект. Выбрано 3. Вот теперь смотрите, я выбрал ту строчку, которую хотел, и выбрал то, чего не хотел. То есть выделил 3. Для того, чтобы снять вот это выделение, мне надо смахнуть один раз снизу вверх. Не выбрано 3. То есть у меня это выделение вот этого символа или слова, оно снимается. Понимаете, да, что вот в одну сторону, если вы движение начинаете слева направо выделять, то он вас и будет выделять слева направо. Если в обратном порядке ведете курсор, то выделение будет сниматься. Ну и то же самое происходит, если вы начинаете выделять не слева направо, а справа налево. Дальше с этим выделенным текстом также можно что-то сделать. Можно его удалить, можно его вырезать или скопировать. Сейчас я его попробую отсюда вырезать. Жест смахивания двумя пальцами в левую сторону. Вырезать S2 объект. Перейти вверх. Кнопка. Я закрываю этот документ. Назад. Кнопка. Клавиатура спрятана. Еще раз. Назад. Кнопка. Сохранено. Клавиатура спрятана. Мои заметки. И открываю другой документ. Сегодня 10 марта 2020 года. 10 марта 2020 года. 14 часов. Допустим, вот это. Перейти вверх. Кнопка. Сегодня 10 марта 2020 года. Русский клавиатура в корте отображается. Курсор в конец. Функция режима выделения включена. Я хочу эту заметку очистить. Я сейчас отсюда все удалю. Панель буфера. Перейти вверх. Кнопка. Прикнопкой стереть. Весь текст удален. Редактирование. Поле редактирования. И вставлю сейчас из буфера обмена тот текст, который я вырезал из предыдущей заметки. Функция режима выделения включена. Вставить S2 объект. 2. Смахивание одним пальцем. Редактирование. 2. Смахивание одним пальцем справа или влево. Перемещение курсора на следующий или предыдущий объект. Запятая поле редактирования. То есть я вырезал часть текста из предыдущей заметки. Причем я вырезал не первую строчку, а специально взял этот вариант со второй. Также можно сделать, используя вот этот же алгоритм, можно выделять не вторую, а третью. Но выделение будет идти подряд. То есть невозможно, нам задают иногда вопрос, можно ли выделить сначала, допустим, вторую, потом пятую строчку, потом шестую строчку и скопировать их. Вот штатными средствами это сделать не получится. В общем-то, на этом все. Это все, что я хотел рассказать в этом вебинаре. Используя вот эти основные инструменты ввода информации, ввода текста, и используя функции редактирования текста, вы можете легко работать с текстом, с той информацией, которая вам нужна или которая не нужна. Если у кого-то есть какие-то дополнения, пожалуйста, скажите. Может быть, я что-то упустил, потому что одна голова хорошо, а когда их несколько, то это значительно лучше. Светлана, а можно спросить? Да, конечно. А вот если вы случайно выделили, вырезали, а потом можно тут же сразу вставить. Ну вот не надо было вырезать, а надо было просто скопировать. Вставить, а потом опять же тут же и скопировать. Ну да, можно, но только повторюсь, надо проверять, режим редактирования у вас активен или нет. На 10-ом андроиде он автоматически выключает режим редактирования после того, как выделяется текст. То есть надо будет опять выполнить, ну поместить курсор в поле редактирования и включить режим редактирования жестом двойного касания с удержанием двумя пальцами. У меня есть дополнение по поводу копирования текста жестом. Нужно понимать, что если вы будете копировать много информации, у вас вставка текста произойдет, только последняя копированная позиция. Да, абсолютно верно. То есть если вы скопировали блок какого-то текста и потом еще раз что-то скопировали, то у вас вставится потом из буфера обмена тот текст, который был скопирован последним. Также по поводу быстрого удаления текста на клавиатуре Samsung и на 9-ом и на 10-ом андроиде по удержанию клавиши стереть полторы-две секунды и текст удаляется. А, вот может здесь я не додержал? Сейчас я посмотрю. По символам. По словам. Конец. 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 Кнопкой стереть. Кнопкой стереть. Весь текст удален. Да, все верно. Спасибо большое. Не додержал. Спасибо. Так что работает. Функционал работает, да. Светлана, еще вопрос. Вот у меня, наверное, не очень хорошо получалось, вот когда тремя пальцами делаешь по символам. Это получилось, нашла. А вот по словам, это нужно еще раз тремя пальцами провести, да? Да, это циклическое меню. Вам надо порезть уже смахивание тремя пальцами. Последовательно вы переключаетесь между разными уровнями навигации. Владимир Саратов. А вот когда в поле редактирования мы стоим, кнопкой стереть, это стирается последний символ, правильно? А если я, скажем, перехожу кнопкой громкости, перехожу, скажем, на два символа, вот тогда нельзя еще раз сказать, вот какой символ стирается, который отзвучивается или который перед этим стоит? Спасибо. Это того, куда вы его двигаете. Если вы двигаете курсор слева направо, то удалится тот символ, который озвучился. Если двигаете справа налево, от конца к началу, то тогда удалится предыдущий символ. А, теперь понял. Спасибо. И у меня такой вопрос еще, Антон Владимирович. А для чего вы используете режим управления курсором, который по удержанию пробела, если при невизуальном использовании он вообще никакого веса не имеет? То есть не проще его отключить, допустим, чтобы он не сбивал начинающего пользователя? Все правильно. Его надо отключать, просто мы вот этот аппарат не используем для занятий. Это у нас такой рабочий аппарат, и просто еще руки не дошли отключить. Кстати, вы, может, расскажете, где это надо делать? В настройках клавиатуры понятно. А поподробнее? Отключение управления курсором. Это настройки клавиатуры. То есть можно попасть прямо с открытого поля редактирования. Над цифрами настройки нажимаем, и там будет пункт меню, называется проведение, удержание. Вот туда нажимаем, и там удержание клавиши пробел. Ставим нет действия. Отлично. Спасибо. Светлана, если мы попадаем в WhatsApp, в WhatsApp мы все это можем тоже выделить и скопировать текст, да, если нам прислали? Да, конечно. Если вам его прислали, вы его можете выделить, то есть надо поместить курсор на то сообщение, если оно текстовое. И у вас есть два варианта. Или заставить синтезатор озвучить его, и потом скопировать в буфер обменов. Или выделить, отметить его жестом двойного касания с удержанием одним пальцем, а потом скопировать. Появляется кнопочка в верхней части экрана. А потом уже вставлять в другое приложение, в другое поле редактирования. С полем редактирования, которое в нижней части экрана, в чате отображается, да, вы точно так же можете выполнять все эти же действия. Дополню немножко Антон Владимирович. Значит, смотрите, если вы копируете при помощи жеста, то вы должны понимать, что у вас и время, когда пришло сообщение, и вся остальная ерунда тоже скопируется. То есть проще удержать и с помощью стандартных средств скопировать. Немножечко там иначе это копируется. Ну тут получается, если мы так скопировали, вставили в текст, мы же там можем найти вот эту вот информацию лишнюю, выделить и удалить, да? Ну, в общем, да, можно и так. Но все зависит от ситуации, от задачи. Если мы говорим конкретно о WhatsApp и о текстовых сообщениях, все зависит от конкретной ситуации и от размера присланного вам сообщения. А то есть оно может не все поместиться, да? Да, оно может поместиться не все. Есть такие сообщения, где текст очень большой, нужно нажать кнопку «Далее», тогда вы скопируете весь текст. А если вы просто вот поставили палец на сообщение, сфокусировали курсор, то, к сожалению, нет. Ну что, раз больше вопросов нет, то тогда, наверное, будем потихоньку завершать. Спасибо вам всем за внимание. На этом я прощаюсь. Всем всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok